19 января православные христиане празднуют Крещение Господнее. В эти дни на местах идет подготовка к купели. Репортаж Ивана Подоницына. Славянский народный праздничный комплекс близится к завершению. От звезды и до воды, что означает, что 12 праздничных дней от Рождества Христова закончатся обрядом купания. К древнеющему из основных церковных праздников в православии принято готовиться предшествующим освящению воды постом. День перед Крещением, который называется «На вечерем Богоявления» или «Крещенский сочельник». Это день строгого поста, но фактически он оказывается не очень строгий. В этот день положено, как и накануне Рождества, не есть до определенного момента. Этот момент исторически ближе к вечеру первый раз освящали воду. В наше время воду освящают после божественной литургии, которая совершается утром. И обычно к часу дня уже освященная вода есть. После того, как человек первый раз пьет агиосмут, святую воду крещенскую, он может приступить к трапезе. В этом году пройдет 12-я по счету городская купель. Начиная с 2009 года в республиканском масштабе омываться в мороз выходило уже до 65 тысяч человек. Теперь же ежегодно в одном только городе Якутске выходит до 40 тысяч. Организационный комитет отмечает, что рассчитывает на такие же показатели и нынче. Ну а обустройство крещенского городка тем временем близится к готовности. «Мы уже сделали вот эту зону вне автомобиля, то есть здесь зона городка. Рядом зона для технологического транспорта. Это здесь пожарные, скорая помощь, там всякие фекалки и так далее, и так далее. В бюджетах денег не закладывают. Это все как бы на общественных началах. Спасатели разворачивают палатки, казаки будут два с половиной дня кормить народ, так. МЧС, пушки будет выделять. В момент купели, организации купели, будут обязательно водолазы возле купели стоят, так. Обязательно находится скорая помощь на месте. Дежурят милиция, органы правопорядка, так. Дежурят общественность. Крещенский городок намеренно разбивают на территории пошире, дабы как-то минимизировать нагрузку на лед. В этом году его глубина составляет метр десять. Оргкомитет отмечает, что ранее мероприятие успешно проходило и при глубине в 70 сантиметров. На данный момент мы находимся на будущей автостоянке, вместимость которой составляет 400 машин и мест. А также для всех желающих пройти обрат организовано сообщение общественного транспорта. Автобусы будут курсировать с вечного огня по мере накопления пассажиров и стоят 25 рублей в один конец. Перевозка пассажиров будет осуществлена с 15 часов и до 22.18 января и с 8 утра до 22.19. Иван Подойницин, Андрей Асекритов, Гаврил Дичков, Иннокасаха, Якутск.